Многие знают, что умственные упражнения позволяют развивать мозг практически так же, как физические нагрузки мышцы. Регулярное напряжение значительно повышает выносливость ума. Мозг привыкает к нагрузкам и мышление становится более ясным и логически правильным. Однако выносливости нельзя добиться простым путем. Например, физическая выносливость достигается различными аэробными упражнениями – бегом, плаванием, езду на велосипеде. Во время тренировки сердечная мышца сокращается чаще, чем в состоянии покоя. Легкие снабжаются большим количеством кислорода, обогащая затем каждую клетку нашего организма. Итак, напряжение является основой физической выносливости. Говоря о выносливости ума, следует понимать, что здесь действует тот же принцип. Вам нужно регулярно выполнять задачи, которые требуют продолжительной концентрации внимания. Кстати, обратите внимание на два ролика, которые были опубликованы на канале ИФО довольно давно, но которые содержат ценную информацию для саморазвития. Это 7 способов стать умнее и 5 привычек, которые сохранят ваш мозг молодым. Ссылки на них смотрите в описании. В данном же видео я приведу 8 способов, которые позволят вам не только развить или прокачать свой мозг, но и существенно повысить его выносливость. Я расскажу не только про классические способы развития мозга, известные многим, но и упомяну методы, которые использовали пифагорейцы, ученики и последователи великого древнегреческого математика и философа Пифагора. При этом надо сразу сказать, что от вас потребуется немало усилий. Кто думает, что развить мозг легче, чем добиться атлетической фигуры, тот глубоко заблуждается. Если же вы настроены серьезно, то буквально через месяц регулярных тренировок вы будете удивлены тем прогрессом, который ранее казался вам недостижимым уделом одаренных людей. Раз в неделю делать что-то новое. На первый взгляд это может показаться бессмысленным или, по крайней мере, несерьезным занятием. Однако на самом деле это далеко не так. Дело в том, что едва ли не главный враг нашего мозга – обыденность. Если же вы начнете постепенно разбавлять ее чем-то новым, в вашем мозгу будут возникать новые нейронные связи, что безусловно положительно отразится на развитии мозга. Следует уточнить, что новым может быть что угодно. Посещение художественной выставки, поход в филармонию, запланированная поездка в ту часть города, где вы еще ни разу не были. Также вы можете возвращаться с работы или учебы тем путем, которым еще ни разу не ездили. Поужинать вечером не дома, а где-нибудь в общественном месте. Одним словом, хотя бы раз в неделю делайте то, что вы обычно не делаете. Чем чаще вы будете разнообразить свою повседневную жизнь, тем благотворнее это будет сказываться на мозге. О пользе чтения книг я уже рассказывал в отдельном ролике, который посмотрело больше миллиона человек. Ссылку смотрите в описании. Если говорить коротко, то регулярное чтение развивает воображение, словарный запас, концентрацию внимания, память и мышление, а также значительно расширяет кругозор. При этом следует понимать, что все отговорки типа «у меня не хватает времени», «я слишком загружен, чтобы читать» или «не знаю с чего начать», никоим образом нас не оправдывают. Привычка читать формируется так же, как и любая другая привычка. Поэтому если вы не до конца понимаете важность чтения книг, посмотрите упомянутый ролик и сразу же внедряйте эту привычку в жизнь. Результаты не заставят себя ждать. Давно уже доказано, что изучение иностранного языка как ничто другое улучшает работу мозга. Именно поэтому во многих высокоразвитых странах люди преклонного возраста довольно часто посещают курсы иностранных языков и движет ими вовсе не желание владеть новым языком общения. Просто ученые выяснили, что изучение нового языка чрезвычайно положительно влияет на мозг и существенно снижает риск возникновения деменции, то есть приобретенного слабоумия. И именно для того, чтобы не проводить последние годы жизни в старческом маразме, люди занимаются собой, пытаясь освоить новый язык. Если же вы молодой человек, то важность изучения английского языка, языка международного общения, вы и сами прекрасно понимаете. Так почему бы не совместить полезное с еще более полезным? К слову сказать, исследователи заметили необычное поведение мозга в момент синхронного перевода. Переводчик, который находится в разгаре своей работы, активирует не одну или несколько отделов коры головного мозга, а практически в весь мозг. Деятельность мозга переводчика отображается на экране практически сплошным красным пятном, что свидетельствует о колоссальной умственной нагрузке. Все эти факты говорят о том, что изучение иностранных языков вещь не только выгодная, но и невероятно полезная. Наверняка вы слышали о пользе заучивания стихов наизусть и о том, что это очень помогает развитию памяти. Однако в наше время крайне мало людей, особенно молодых, способны процитировать хотя бы таких известных классиков, как Пушкин или Лермонтов, не говоря уже о Державине, Грибоедове и Жуковском, Фете и Некрасове, Бальмонте и Мандельштаме. А ведь хорошо известно, что при запоминании стихов наш мозг синхронизируется с образом мыслей поэтов, вследствие чего развивается культура речи. Учить иностранные языки существенно легче, так как наша память становится натренированной, как мышцы атлета. Вместе с этим увеличивается общая способность к запоминанию информации. Белинский говорил, поэзия есть высший род искусства, а Гоголь писал, что родником поэзии есть красота. Неудивительно, что практически все великие люди любили стихи и немало цитировали на память. Вероятно, тут есть какая-то загадка, что поэзию любят все, у кого есть склонность к творчеству и всему изящному. Имейте в виду, что для развития мозга вам вовсе не нужно учить всего Евгения Онегина. Достаточно выбрать небольшой фрагмент, который понравился вам больше всего. Пусть это будет маленькое четверостишее, смысл и ритм которого близок и понятен вам. Так или иначе, но приобщившись к поэзии, вы окажете огромную услугу своему эмоциональному интеллекту. Пифагор – выдающийся древнегреческий философ и математик, создатель школы пифагорейцев. Геродот называл его величайшим эллинским мудрецом. Историю жизни Пифагора трудно отделить от легенд, представляющих его в качестве совершенного мудреца и великого ученого, посвященного во все тайны греков и варваров. Существует много легенд о том, какие методы развития мозга использовал Пифагор. Конечно, подтвердить их подлинность не представляется возможным, однако это не так уж и важно. Если вы хотите развить феноменальную память и прокачать свой мозг, попробуйте на протяжении хотя бы недели выполнять упражнение, которое известно под названием «Метод Пифагора». Он заключается в следующем. Каждый вечер или утро прокручивайте в уме события прошедшего дня, начиная с пробуждения. Вспомните, во сколько вы проснулись, как чистили зубы, какая мысль посетила вас, когда вы завтракали, как вы ехали на работу или учебу. Важно прокручивать воспоминания во всех подробностях, пытаясь ощутить те же эмоции и чувства, которые сопутствовали событиям дня. Более того, вам следует дать оценку собственным поступкам, совершенным за этот день, задавая себе следующие вопросы. Что я сегодня сделал? Чего не сделал, а хотел? Какие поступки заслуживают осуждения? Каким следует радоваться? Освоив однодневную технику своего рода экзамена сознания, начните постепенно погружаться в прошлое, вспоминая то, что было вчера и позавчера. Если у вас достанет характера делать это каждый день, успех вам гарантирован. В вашей памяти позавидует любой компьютер. Тренируясь таким образом, вы через несколько месяцев научитесь держать внимание постоянно включенным. Кстати, эту методику используют при обучении сотрудников спецслужб. Тренируя память долгое время, вы научитесь быстро восстанавливать события разных периодов жизни и сможете запоминать большие блоки информации. Возможно, вам покажется это фантастикой, но ведь в древности люди помнили наизусть огромное количество преданий и легенд, и никто не считал это чудом. Говоря о памяти, следует сказать, что такого понятия, как перегрузка памяти, просто не существует. Поэтому не переживайте, что заучивая стихи или вспоминая события дня, вы загрузите память ненужной информацией и потом не сможете запоминать то, что нужно. Наталья Бехтерева, советский и российский нейрофизиолог и выдающийся исследователь мозга, утверждала, что человек ничего не забывает в принципе. Все когда-либо увиденное и пережитое нами хранится в недрах мозга и может быть оттуда извлечено. Отчасти именно это и происходит с утопавшими, которых удалось вернуть к жизни. Многие из них рассказывают, что прежде чем померкнуть сознанию, перед их внутренним взором проходила вся жизнь до мельчайших подробностей. Бехтерева объясняет это тем, что в поисках спасения мозг как бы прокручивает всю жизнь, отыскивая в ней схожие ситуации, которые подсказали бы выход из смертельной опасности. А поскольку все это происходит за считанные секунды, делается еще один важный вывод. В критических ситуациях мозг может ускорять внутреннее время, переводя биологические часы на бешеный ход. Но почему, если мозг человека все помнит, мы не всегда можем извлечь из памяти даже то, что крайне необходимо? Это до сих пор остается загадкой. Так или иначе, но метод Пифагора, вне всяких сомнений, позволит вам существенно улучшить работу мозга, что неизбежно отразится на его развитии. Пестолоцы, один из крупнейших педагогов прошлого, говорил «Счет и вычисление – основы порядка в голове». Всякий, кто имеет хотя бы косвенное отношение к точным наукам, может подтвердить это. Вычисление в уме – старый и проверенный способ развить умственную выносливость. Платон, один из самых великих древнегреческих философов, ученик Сократа и учитель Аристотеля, хорошо понимал важность развития вычислительных способностей. Он писал «Кто от природы силен в вычислениях, тот будет проявлять природную сметливость и во всех других научных занятиях. А те, у кого это выходит хуже, могут за счет упражнений и занятий развить свои арифметические способности и таким образом стать умнее и сообразительнее». Сейчас я приведу несколько упражнений, которые потребуют от вас интенсивной работы вычислительных мышц. Эти упражнения можно выполнять молча или вслух, быстро или медленно, находясь дома или идя по улице. Также они идеально подходят для поездок в общественном транспорте. Итак, продолжите восходящие и нисходящие последовательности. Если на данном этапе ваш мозг не закипит, попробуйте продолжить двойные восходящие и нисходящие последовательности. Вверх с шагом 2 и 3. Вниз с шагом 2 и 3. Вверх с шагом 3 и 2. Вверх с шагом 3 и 4. Вниз с шагом 3 и 4. Когда вы освоите предыдущие упражнения, переходите к тройным нисходящим последовательностям. Вниз с шагом 2, 4 и 3. Вниз с шагом 5, 2 и 3. Некоторые исследователи считают, что эти упражнения с числами, а также их многочисленные варианты, активно использовались в школе пифагорейцев. Так или иначе, но вы удивитесь тому, какой эффект этот метод принесет вам уже через месяц каждодневных тренировок. Вы сможете длительное время концентрировать внимание на абстрактных вещах и одновременно удерживать в голове большое количество информации. Логические задачи и всевозможные головоломки – это один из лучших способов прокачать свой мозг. Ведь именно с их помощью вы можете делать регулярную гимнастику ума, погружаясь в реалистичный сюжет задачи. Тут особо нечего добавить, просто помните правило – чем чаще вы шевелите своими извилинами, тем лучше работает мозг. И логические задачи являются для этого едва ли не лучшим средством. Благо, что достать их можно где угодно – купить книгу, найти сайт с логическими задачами или скачать соответствующее приложение на телефон. Последний, но чрезвычайно важный способ развития мозга – умение его отключать. Для полного контроля над своим умом учитесь не только длительное время держать его активным, но и вовремя отключать, причем делать это сознательно. Наверняка вы замечали за собой на протяжении дня моменты, когда вы замираете на некоторое время, глядя в одну точку и ни о чем не думаете. Со стороны кажется, будто вы погрузились в глубокие раздумья, тогда как на самом деле ваше сознание находится в состоянии полного покоя. Таким образом, мозг приводит себя в порядок, гармонизируя излишне напряженные отделы. Если вы научитесь хотя бы на 5 минут в день сознательно отключать свой мозг, это существенно улучшит его работу. Однако научиться этому, казалось бы, простому приему не так просто. Сядьте ровно, обеспечьте себе тишину и полный покой. Далее усилием воли попытайтесь внутренне расслабиться и ничего не думать. Со временем вы научитесь быстро отключаться, перезагружая таким образом свое сознание. Подведем итоги. Если вы хотите разогнать свой мозг, существенно увеличить умственную выносливость и просто начать лучше соображать, вам следует придерживаться таких правил. Раз в неделю делать что-то новое. Читать книги. Изучать иностранный язык. Учить стихи. В конце рекомендую обратить внимание на основы логики. Видео набрало более миллиона просмотров и свыше 40 тысяч лайков. В нем рассматриваются основы логического мышления, которые должен знать каждый человек, занимающийся саморазвитием. Если вы считаете это видео полезным, поделитесь им в социальных сетях и поставьте лайк. Если у вас есть мысли по поводу развития мозга, пишите их в комментариях и подписывайтесь на канал ИФО. Спасибо.